всем привет наши дорогие зрители и подписчики канала вы как всегда на канале семья на чемоданах с вами я славян у нас новое утро и вам доброго утра мы продолжаем отдыхать на волге дикарями стоим прямо на берегу сейчас вам покажу наш вид с наших аппортаментов смотрите какая красота вот он уже берег мои встали уже пошли завтракать мы отдыхаем с родителями вдруг кто-то в первый раз попал наш канал вот так вот вот так вот мы спим в машине потому что два дня было прохладно но палатка заряжены в общем друзья мы сегодня вам очень много всего расскажу сегодня классная погода сегодня будем купаться кататься на лодке рыбачить сегодня приедет у меня брат со своей женой со своей тещей еще со своей дочкой короче сегодня будет тоже максимально интересный выпуск если не смотрели предыдущие видеоролики обязательно посмотреть они тоже прекрасный так я пошел умываться завтракать с вас лайки комментарии погнали я хочу вам порекомендовать карту тинькофф black лично у меня таких карты целых две я использую карту mastercard и карту мир этим банком я пользуюсь уже на протяжении нескольких лет по моей ссылочке в описании вы получите пожизненное бесплатное обслуживание помимо этого вы также получаете до 30 процентов кэшбэка у партнеров до 15 процентов кэшбэка при выборе категории и до 7 процентов на остаток и хочу заметить что это не какие-то там бонусы а это самые настоящие рубли которые вы сразу же можете потратить на свои новые покупки помимо бесплатного обслуживания по моей ссылочке вы получаете бесплатное пополнение и переводы также снятие без комиссии в огромном количестве банкоматов ну и конечно же лучший мобильный банк в мире это сто процентов помимо всего этого что я перечислил также хочу после оформления этой карты по моей ссылочке порекомендовать вам открыть инвестор пилочку данный инструмент поможет вам очень незаметно накопить деньги когда в конце месяца вы открываете у вас там кругленькая сумма ну конечно кругленькая сумма зависит от того сколько вы тратите собственно оформить и посмотрите и разберетесь очень классный инструмент ссылочку я оставляю под этим видео роликом переходите оформляйте пользуйтесь погнали так у нас же все готовы а вот еще скоро ходом ходит черты через будущего из двадцатого года что пришел к нам красавчик велосенка я не красавчик ты тоже красавчик поймал что-то так кто у нас там питбуль тут же насенька так лично щеки сидит на ключу все убрала а это наш мир мамочка идут и забирает весь яйца сынок ты кабачок кушаешь ничего себе как вкусно ты все же не спал что вчера не ел маши всем привет всем привет маши вот так вот привет пойдемте проверим как там рыбалка идет полным ходом не полным ходом кстати здорово что здесь идеи в такой тенек на пляже и рыбачить очень комфортно что есть рыба где в бассейне что прям они прикормлены стыкали маленький питомец родиона я уже это поела я уже поела что нет рыбы да снова нет я понял эх вчерашняя щука ушла от нас благодаря qr-коду вот теперь доброе утро позвали кататься а мотор не поставили дай взяли воду установили вы моторчик все сейчас будет красота меняемся местами с темкой теперь темка поедет давай ту дальнюю крути вот газ давай давай молодец сильно не виляет ее расшатает давай родик теперь ты а потом опять я потом опять я нет смотри туда сюда на меня смотреть туда сюда влево вправо крути вот эту штуку это газ вот это а и а а и и а и 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 чик все мы недавно себе поставили вот такой вот бак на крышу выпуск посмотрите по ссылочке описание и прикрутили к нему такой шланг он же душ вот и в комментариях нам кучу всего написали конечно кто-то отдельный совет давал кто-то там писал зачем это надо и так далее мы попользовались один день но несколько не может но мы поехали когда мы проехали с водой по трассе 5 часов дам получается плюс мы проехали по бездорожью на все с водой все в порядке никаких баком ничего не отвалилось давайте количество воды начнем люди пишут 22 литра это очень мало я вспомнила как мы стояли в штормовом сейчас со славой просто разговаривали решили записать стояли в штормовом и мы набирали 5 литровые просто бутылки вот канистры не канистры эти бутылки к 2 200 как раз 20 литров примерно да мы ставили вот окна солнышко за ним они нагревались они были горячие мы от немножко разбавляли и нам хватало 5 литровки двоих детей помыть полностью мы вставили в ведерко ополаскивали мыли смывали ну может быть 5 литров на 1 это вообще вот так за глаза то есть 10 литров на двоих детей маленького помыть это там вообще не за это два литра надо мне хватало тоже в принципе пяти литровки помыться дошла два месяца жили в палатке обходились без душа да и нет никаких проблем заехать и заправку сделать везде свет аппарата залезть и долить то есть ты помылся у тебя вода закончилась ты налила еще помылись да господи как будто бы воды больше нигде нет ты как будто едешь месяц отдыхать палатка у тебя одна труба на всех крыш 20 литров вот такое чувство что кто-то нам пишет типа надо четыре трубы нет ребята есть даже две поставить это уже будет выглядеть колхозно так он смотрится очень аккуратно плюс будет бокс на крышу и будет прям великолепно подходящих гармонично ну кранчик маленько такой стран странники но хотя кранчик не пишите говорят не говорите душ у нас лейка сама снимается она откручивается с ней никто не поет царапать она не будет так мы ее станут вот тут откручивается и все и поехал а это убирается багажник почему удобно потому что ты когда где-то едешь дороге становился полочку поставил это тоже непостоянная польза это поставил кружки элементарно где-то в дороге вот про эту полочку говорим и плюс вот этот душ например ты сполоснул кружки элементарно чай попил кружки попнул остановился в дороге где-то руки помыл зубы почистил с утра да сполоснулся очень удобно очень руки мы удобно попу ребенку мыть водичка тепленькая если надо просто подмыть ребенка после памперса ты берешь и подмываешь вообще очень удобно с маленьким для нашей семьи это классное решение славик сделал мне очень нравится а по поводу того что там ездить в другое время и по городу ее спокойно можно снять положить в гараже и все проблем вообще никаких и за что так пишут у нас совсем недавно появилась новиночка это вот такой вот автомобильный холодильничек вместительный трындец на самом деле там получается литров 30 может 32 совместно все влазит у меня у родителей обычку это пластиковые давно не работающий холодос они там его используют в первые дни как термос а вот сейчас уже какой мы здесь третий не по моему с ним вам подходит слава дай холодильник у них есть генератор маленький тоже купили перед этим сезоном вот сейчас будем подключать генератору и уносить туда его на кухню генератор сейчас будем его подключать к холодильнику вот к этому к автомобильному посмотрим как он будет тянуть и вообще в принципе хочу посмотреть как тарахтит насколько громко вот этот вот потому что если так давайте смотрите две лошадиные силы почти как мотор на лодке 2 2 тактный посмотрим и тоже есть в планах конечно все купить на всякий случай когда бокс возьмем боксового шаворону и все здесь с этой стороны получать все показания сколько вольт выдает защита работа 12 вольт есть вот такая вот под 220 под обычный до розетку получается еще по такую а юсбишек здесь вообще нету вот кстати вот это минус что нет юсб зарядки хотя в принципе легко решается переходником традиционно смешиваем масло специально для двухтактного и бензин вообще на самом деле не удивлять почему сразу не продают готовые взял готовы ладно ну год-два срок любом слышали там же неделю отценили месяц понятно туда будем учиться здесь кстати на нем сейчас залились на бензин да и есть вот индикатор по максимум минимум вот то есть можно будет смотреть и признаете без шипа там без открытия крышки все здесь есть только современный ничего в них не понимаю кстати вдруг кому-то надо будет вот например модель написано я будем заводить завелся вот аэроактив как мотоцикл короче подключили генератор подключили холодос все вот сейчас температуру уже показывает сейчас он гонит выставляем на 4 градуса собственно как дома да в обычном все на 4 экономия акб поставим на среднюю и сейчас чтобы он быстро нагнал температуру поставим на режим значит вот на максималку он сейчас очень быстро значит здесь он огонит вот он внутри здесь примерно 27 литров здесь что-то 5 по моему и так есть ночная подсветочка что очень удобно шик закрыл красота мы сейчас что придумали мы значит все что в риском холодильнике было мы все сюда переложили выставили температуру минус 20 здесь сейчас все заморозится обратно ну как она не сильно ты разморозилась не заморозится вот эти вот брикеты и можно будет сразу пользоваться автоматически двумя холодильниками вот так вот паум ученый стенка муж тебя привез до пятизвездочный отель тут же сразу же ресторан ольга вот в этом вот полосатом шатре вот такой вот борщицу на сегодня детвора уже поела убежали с дедушкой готовить а ну да еще наши мирончик из детвора да кушай сыночек сегодня приедет брательник у меня на я уже говорил вечером будет веселуха питбульно сохраняет у нас все под защитным под защиты кстати еще хотел показать короче у родителей есть вот такая вот сигнализация они ставят в шатре на кухне вот эта история она выбивает лучи по всему периметру и если вдруг кто-то заходит сюда собака это либо кошка сразу пищит такая сирена здесь включается вот давно они тоже приобретали вещь на самом деле нужная очень так же жареных перемене вот кельмеши подъехали короче мы чего его надо оставлять или вас включены она все включено все понятно крутяк видите если насика не едет в турцию турции едет к насеньке немножко не такая конечно рыбы его прежнему нету ну да 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 маленький все лучше и лучше ходит уже делает сколько 14 шагов без рук может а прям не всегда чаще всего 56 14 делал уже или 13 что такое вот так на стенку его надо от винта убрать опасно опасность пацан на этой стороне ходить а вот пацаны соседи они таскают ну такую маленькую плотвичку вот он прям семечки как барабулька а я хочу сходить искупаться сейчас наверное это и сделаю здесь еще очень прикольно отдыхать в том плане что вот прям недалеко есть магазин в котором можно купить вообще все что угодно ну типа такой назовем это супермаркетом ну такой сельский вот это вот очень удобно что ты пошел всегда может что-нибудь свеженькое купить у них и мясо есть вот но единственно что ценники ну на порядок дороже типа 800 грамм шейки свиной 500 рублей ну то есть это дорого вот что еще по примеру ну молоко там что-то 100 с копейками стоит яйца 110 рублей по моему десяток вот ну так на все я сейчас помню вот на днях ходил смотрел чисто цены сейчас буду купить молоко и еще сегодня море река море я все море море река цветет вот мы приехали было не так а сегодня прям трендец сейчас схожу в магазин пойду освежусь и вам заодно покажу но на берегу прям реально анапа посмотрите какие здесь старинные дома какие ставлю еще как яркий окон вообще огонь так ну смотрите про что я вам говорил вот пожалуйста да видите что творится с водой этот просто просто она по причем даже если дальше заходить ну давайте зайдем вообще цвет и какой обалдеть да вот если дальше мы заходим 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 все равно она такая искать вот минусы волги в конце июля такая вот история к нам видимо сейчас подъезжают мой брательник с семьей вот потому что батя его пошел же встречать с темкой вот наверное а возможно и нет я не знаю может быть чуть позже что подъезжают что а вот они едут да а ты им . что ли скидывал вот сегодня будет еще веселее только представьте какой огромной тусовкой мы собрались я думаю что точно стоило уезжать с юга чтобы приехать к родным чтобы вот так вот большой компанией как следует здорово игры почти год не виделись давай ничего не забудь лампочки там туда-сюда встреча подружек вот это да лично ну привет 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 большой сгорелый конечно я за иначе мы привезли и не очень много мы с никого доехали не знаю что быстренько не быстренько но это я думал бы к вечеру так что здрасте 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 все почти год ну да у тебя здесь размазано что ты делала как а и Пять с половиной лет не видели. Пять с половиной лет? Ни хрена себе. Ааа, вот так вот. Эй! Я сейчас тебя познакомлю с братиком с твоим. Дядя Лёве пойдёшь, Булечка? Пойдёшь? Слава твоя! Пойдёшь ко мне? Пойдёшь ко мне? Ну вот, а я тебе говорю, а тебе здесь у меня у тебя ухудшись. Я ухудшись, Ганю. Ухудшись, Ганю. Ухудшись, Ганю. Ты пойдёшь ко мне? Она ко мне также просилась, бери. Бери, бери, она тебя хочет посмотреть. Пойдём, 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 пойдём. Она так знакомится. Я надо пощупать лицо и запомнить. Ничего себе ты! Бери, Артёмчика. Ну вот, Тёмчика. Пойдёшь будить, Стрит, твой братский. Смотри, смотри. А что ваша запуталась? А что ваша, что ли? Привет! Это моя племяха, которая родилась, представляете, в мой день рождения. Вот так вот. Брательник мне сделал подарок, пишет ночью, говорит, у тебя родилась. Вот так вот. Племянница. Пойду положим. Мы на самом деле сейчас вообще спим в машине. Мы прям полюбили всю эту историю. В палатке хорошо, но лучше это делать на море. Просто дело в том, что мы спим без матрасов и земля очень холодная. Сделим только коврик. Ну и типа йога, да? Мироновский. Вот. Поэтому земля холодная. Никому не совсем комфортно. В общем, мы держали палатку, чтобы ребята здесь поставили. В итоге мама что-то говорит, что не влезет палатка, и они сейчас разэтывают вот здесь вот её. Раскладывают. Что, Ван, апартаменты себе строишь, да? Апартаменты у тебя будут? Надо разбирать вот это до конца. Апартаменты, вот там она закат. С видом на закат будут там. У нас проснулся Мирончик. И самое что интересное, да, он услышал, как Мира гундит. Последний раз они виделись, когда Мирончик только родился. Это был август месяц. Нет, мы же виделись в январе. А, в январе на Новый год. Точно, всё, ну ничего страшного. Я всё забыл. Конечно. И вот они сейчас снова увидят друг друга. Смотри, сестрёнка твоя. Нет, тогда она, перевкус у неё. Страсть. Иди сразу. Пока светит солнце, Ловка говорит, поехали на лодке. Я говорю, ну поехали. Прокатимся. Ребёнка мне не заморозьте. Да, конечно. Она обалдеет в воде вообще. Бери. А вы куда? Мы... Мы Воронеж. С нами. Жилеты не одевай. Жилетки. Жилетки далеко не открывать. Мы такие просто с пацанами. Поехали. Братильник. Родион, Артёмка. Верончик только забыли. Ну и дедушка. Давай, шагай. Сейчас ты, если там щука укусит. До свидания. Плавентиус. Пап, гонять его. Давай-ка тогда сделаем. Спасаем человека. Давай-ка тогда. Не надо. Пойдёшь плавать? Нет. Ты же вжалеть. Ты же вжалеть. Ты же не щука укусит. Такая щука, кому-то и нужен щука. Ну ништяк. Далеко-долго. Пап, мне бы мог... Пап, ты меня столкни. Пап, ты меня столкни. Не, ну ты что, не буду тебя толкать. Вода хорошая. Нормальная вода? Офигенно. Пап, не можно я тоже нырну? Нормально? Ну только далеко не ныряй. Давай, иди. Водя, к тебе. Хоть не воняй. Плави сюда. Ага. Держись. Если чего, ты меня будешь спасать. Ты чего? У тебя жилет. Да? Ага. Не бойся, расслабься, ты в жилете. Да я расслаблюсь. Ага. Ты же без жилета лучше, да? Давайте плывите сюда, Артем. О, какая красавица плывет, а? О! Кто-то ушел. Я к Вове. Вова! Я к тебе! Сейчас вас волной откинет. Все, плывем к лодке, пацаны. Давай! Ух! 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 А я не могу. Ты что лягаешь? Ух! Вообще отстой. Нет, вы просто их неправильно одели. Их же надо затягивать. Давай. Раз! Раз! Два! Три! молодец второй пошел все молодец давай поехали а меня чё забыли то я конечно все понимаю но почему они сделали такой маленький бак мы доплыли вот смотрите вот церковь вот церковь мы здесь вот где-то там палатки у нас в итоге мы вот тут вот я не знаю сколько здесь километров от берега но у нас закончился бак мы перед тем как поехать мы заправили у нас закончился все вот вот наш мотор почему такой маленький бак вот это жесть наверное километра 3 может быть 4 у нас какой здесь детский садик образовался я поставил выпуск на загрузку на youtube чик происходит все это долго на самом деле через мобильный интернет раздаю там же все мне заряжать виде удлинитель преобразователь там стоит я хочу вам показать другое как отстегивается у нас наш биотуалет полный вообще наполнился я хочу его пойти вылить отстегиваем значит верхний бак вот так вот хоп в сторону так сливаем доливаем все забираем всю эту штуку она конечно когда полная ваще тяжелюсь я ну примерно как баклажка 20 литровая все сейчас это дело скинем и будем заново заправлять так я заправляю значит вот такими средствами сейчас вам покажу у меня значит есть остатки оригинальный вот но я сейчас купил вот такие что кстати по запаху вот я верхний бачок уже добавлял эту штуку по запаху конечно мне нравится больше вот этот чем вот этот был красный так я по моему вчера говорил что к нам сюда ходит женщина какая-то местная здесь живет и не знаю она приносит яйца что-то там короче кучу всего-всего и самое главное что хлеб хлеб очень вкусный она сейчас там у ребят стоит сейчас к нам придет мы не обязательно купим хлеб вот мы купили здесь короче и семечки что только нету вообще красота часом покажу прям горячий представляете принесла говорит пока в пакет не убирать ему надо остыть на досточку уложить прям горячий прийти красота сто двадцать рублей стоит булка но она вообще стоит того ребят это нихрена не магазин ужин у нас сегодня максимально необычный это приготовила мама я даже не знаю что там в этой фольги упаковано но она горит кидать значит на решетку и пусть все это дело жарится вы не поверите но мама увидела что я делаю что ставлю на решетке короче блюдо гирпича горит делаешь убирай скорее горит это все дело засыпается полностью в угли и готовится и вы только послушайте этот звук слышите как там печется а сюда мы поставим просто овощи вот ребята приготовили просто в решетку и овощи кабачки готовятся ребятам картошка тоже ребятам а вот этот фольги истории то конечно ну они там заморочками там типа мы это не едим это не едим володя это не ест spider-man ариана это не ест spider-man настенка есть абсолютно все вот поэтому будем есть у меня брательник собой таскает кастрюлю везде в поездках я вот таскаю гитару а вовчик таскает с собой кастрюлю да мы понимаем это как он называется правильно глюкофон глюкофон давай играй а а а и Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Подписывайтесь на наш канал! Подписывайтесь на наш канал!